здравствуйте вы смотрите амперметр с вами снова я александр трепетин и сегодня речь пойдет о том как компания автоэнтерпрайз ломает стереотипы по крайней мере один стереотип уверен большинство сразу же даст ответ на вопрос каким должен быть трактор ну конечно же дизельным у дизеля шикарный крутящий момент на небольших оборотах у дизеля умеренный аппетит то что нужно для трактора вот именно этот стереотип и решила сломать компания автоэнтерпрайз и построить электрический трактор как известно все новое это хорошо забытое старое и компания автоэнтерпрайз отнюдь не пионер создание сельскохозяйственных машин с альтернативным приводом в середине прошлого века в ссср был построен и даже выпускался серийно электрический трактор причем выпускался в харькове htz 12 первый в мире трактор с электромотором который реально работал на полях эксплуатировался как говорится на всю катушку энергию он получал по кабелю подсоединенному к передвижной электростанции необходимость такой необычной конструкции объяснялась просто в ссср после второй мировой войны ископаемое топливо было в дефиците а электроэнергия получаемая на многочисленных гидроэлектростанциях наоборот в избытке вот и перевели конструкторы трактор на электротягу к сожалению проработали такие трактора недолго лет пять всего эксплуатации хоть и обходилась дешевле обычных машин все же была сопряжена с рядом трудностей главной из которых тот самый кабель не выдерживавший многократных намоток и разматываний а после того как во второй половине 50-х годов были открыты новые месторождения нефти в сибири в казахстане и топливный дефицит сошел на нет пропал интерес руководства ссср к альтернативным видам транспорта хтз-12 был выпущен тиражом в 32 единицы и модель была снята с производства с той поры прошло больше 60 лет и тема электрификации сельского хозяйства вновь стала актуальной еще в 2015 году автоинтерпрайз поддержал изобретателя из одессы и на свет появился вот такой электрический трактор построены на базе хтз-3512 изделие получило название эдисон и харьковский тракторный завод всерьез задумался его серийном производстве впрочем этим планам не суждено было сбыться несмотря на внушительные результаты испытаний трактор эдисон имел существенный недостаток двигатель электромотор в нем был уникальный а потому очень дорогой и не технологичный поэтому в компании автоинтерпрайз было принято решение разработать новую машину но на базе все того же шасси хтз главное новшество использование серийных узлов от ниссана лиф двигатель аккумулятора инверторы систем управления этим добром перекочевала слегковушки на трактор без изменений конструктором автоинтерпрайз удалось разместить все это на раме оставив от привычного хтз только колеса и коробку передач почему в качестве донора выбрали именно лиф да потому что эти автомобили сейчас буквально в огромном количестве предлагаются на аукционах сша а для постройки тракторов абсолютно неважно состояние кузова машины главное это батарея ну и двигатель сновесным и цена получается очень интересная но главное технические характеристики всего этого чуда по мощности крутящим моменту ниссановский движок вдвое превосходит показатели первой версии электротрактора а по потреблению энергии они практически одинаковы выгода очевидна по мере создания нового трактора программистом и конструктором компании приходилось решать массу проблем например чтобы управлять двигателем необходимо расшифровать ниссановский протокол обмена данными не сразу но получилось плюс получилось снимать с управляющего модуля информацию о состоянии двигателя температуру обороты нагрузку и тому подобное осталось только загнать это все в новый контроллер и научить его работать с педалью газа на сегодня трактор ездит под управлением ноутбука еще одна проблема изящно решенная с помощью деталей nissan aliv работа бортовой гидравлической системы трактора вместо отбора мощности от дизеля гидронасос приводит моторчик от усилителя руля а вот коробка передач осталась штатной правда масло в ней сменили то что слилось из этого агрегата не работавшего ни одного часа выглядит именно так что заливают на заводе вместо масла только можно догадываться кстати коробка нужна чтобы не создавать с нуля систему отбора мощности для работы навесного оборудования ну и для повышения тягового усилия например при буксировке прицепа по расчетам разработчиков батарей на 24 киловатт часа должно хватать на 8 часов работы в интересах коммунальных служб а заряжается такая батарея сети переменного тока примерно за 6 часов экономия от применения такого электрического трактора заключается не только в том что он не потребляет топлива совершенно электроэнергия стоит относительно топлива сущие копейки еще очень важно что этот трактор абсолютно не нуждается в техническом обслуживании ну разве что масло тоже коробки придется поменять и компания автоэнтерпрайз считает что у такого экземпляра очень интересный и привлекательный коммерческий потенциал а перед конструкторами автоэнтерпрайз уже стоит новая задача перевод на электротягу гусеничного трактора хотите больше подробностей подписывайтесь на наш канал тогда точно не пропустите ничего интересного